Амстафы, Питбули и еще 300 хвостиков находятся здесь на попечении в Шереметьевском приюте для собак. С доброй миссией его посетили активисты партии «Новые люди». Эти волонтеры здесь частые гости. В этот раз тоже привезли и несколько десятков килограмм корма различного, это всякие пледы и другие необходимые вещи для поддержания жизнедеятельности. Мы призываем всех химчан также помогать данному приюту и не только данному приюту. Шереметьевский приют собак привозят постоянно. Кто-то просто отказывается от питомца, кого-то находит на улице с травмами и увечьями. Сейчас летний период, как ни странно, собаку пристроить гораздо сложнее, чем, например, зимой, так говорят сами волонтеры. Но команда приюта делает все, чтобы помочь животным найти любящих хозяев. Породы в основном у нас бойцовые. Открылись мы в 2008 году. В этом году было 16 лет приюту. Мы берем всех породистых собак и никому не отказываем. Кому грозит опасность? Стараемся. Мест не так много у нас. Здесь большой-большой детский дом собачий. И они все мечтают, мечтают, заглядывают в глаза и прямо хотят, чтобы на них обратили внимание и их забрали. Это так трогательно и очень грустно. Ирин Беленькая, владелица приюта для собак, еще с детства мечтала построить большой дом для всех обездоленных псов. И сегодня сюда, в Шереметьевский приют, везут их со всего мира. Помогают ей в этом деле волонтеры. Валерия, активист партии «Новые люди», помогает животным не первый год. Говорит, сделать доброе дело может каждый. Сейчас у нас такой жестокий мир, что про животных мы забываем. Они страдают, страдают от людской жестокости, их бросают, не принимают их, берут, поиграются, выкидывают, либо не стерилизуют. Хотя это тоже очень важно. Не можешь взять собаку, всегда можно стать финкуратором, всегда можно стать просто помощником, приехать, провести время, поиграть. В Шереметьевском приюте рада любому участию и вниманию. А начать можно с малого, приехать и провести время с собакой. Юлия Самошина, Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки-ТВ.